Рекламно-информационная программа. Прям копили призы замечательные, книжки, билеты, гостя пригласили. И все это специально для вас сегодня, так что не переключайтесь, будьте с вами. Не переключайтесь, мы будем задавать вопросы, вы будете давать ответы и получать наши призы. Добрый день, мы говорим Надежде Осколковой, это заместитель директора Кировского областного краеведческого музея. Надежда Юрьевна, добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что согласились к нам сегодня прийти. Мы сегодня будем анонсировать и говорить о тех мероприятиях, которые в краеведческом музее в нашем проходят. Хозяйство большое у краеведческого музея, так вот поэтапно, по пунктикам пройдемся по всем учреждениям, которые входят в краеведческий музей. Расскажем, что же там происходит. Ну а минут через 20-15 как раз таки начнем нашу викторию. Итак, краеведческий музей, можно сказать, что новый сезон. Обычно осень это новый сезон в учреждениях культуры. И у вас, наверное, какое-то объявление и новые обновления и новые планы. Мы сегодня, безусловно, находимся здесь за тем, чтобы пригласить всех радиослушателей к нам. Так как в сентябре у нас произошло большое обновление, появились новые выставки. И в целом, как бы мы всегда к новому учебному году стараемся пригласить и детей. Поэтому мы сегодня будем рассказывать, что у нас нового открылось. Давайте не будем томить ни себя, ни наших слушателей и сразу же приступаем. Ну, в первую очередь, наверное... Это вы уже держите в руках те, наверное, призы, которые... Да, мы пригласительные билеты принесли. И первый билет я хочу проанонсировать выставку, которая приехала в наш город. Она работает в главном здании музея. Это на Спасской 6. Она называется «Ван Гог. Симфония света». О, для ценителей. И само название выставки... Сильная выставка, наверное. Сильная выставка сразу говорит о том, что там будут показаны картины Ван Гога. Достаточно известный художник. Все, наверное, это имя слышали, знают. Очень загадочная вообще в целом личность художника. Здесь у нас была программа «Открывашка». Там один ребенок даже вопрос задавал. Кто отрезал Ван Гогу ухо? Ответили. Ответили правильно, да. Сказали, что сам, да? Да, сказали, что сам, только не договорились. Как долго эта выставка готовилась? Сколько усилий пришлось... А вообще откуда она приехала? Эта выставка не наша. Это передвижной проект. Мы записывались на него в очередь. Он к нам приехал из Иваново. И сейчас он у нас простоит всего лишь один месяц. Поэтому мы всем говорим, что выставка работает только месяц, до 8 октября. Она уже открылась? Она открылась 5 сентября. Буквально в 16 часов. И это работы Ван Гога. Но, безусловно, мы не скрываем и говорим, что это копии его работ. Там определенная техника. Называется она «Жикле». Техника компьютерная, но очень дорогая и хорошая техника в плане того, что она прямо очень хорошо передает руку художника. То есть создает иллюзию оригинала, да? Если посмотрите на эти работы, то прямо видно, какие мазки были у художника. Вот он делал такие продолговатые мазки. Отражены все цвета, цветотени. В общем, это на самом деле такие работы, которые в данной технике достойны быть в музее. И сейчас это как бы пропагандируется. Вот, например, не самого подлинника показывать. Это страховка, огромная страховка. Ведущие в музее мира, собственно, борются. Право, собственно, показывать. Безумно дорогие работы. Ну, всем ведь известно, что у нас, например, всего в России 14 работ. Это 5 в Эрмитаже и 9 в Московском музее изобразительного искусства имени Пушкина. И то, я думаю, что они не всегда находятся в экспозициях, поэтому... Я не думаю, что они когда-либо в Киров что-то привезут. Да, для того, чтобы просто познакомиться с художником, посмотреть его работы. Вот эти полотна, они очень хорошо дадут представление. 69 полотен. 69. 69. 4 рисунка карандашом, самые ранние рисунки. Выполнено все в очень хорошем качестве. Уже имеет место быть популярность выставки. Идут люди? Да, идут люди. Буквально, вот мы открыли ее 5 в 16 часов. Уже прямо до самого вечера, до закрытия музея, у нас постоянно шел посетитель на эту выставку. И сейчас идут очень неплохо. Отзываются гости города. Оно того стоит, безусловно. Хотя реклама, вот она только пошла реклама, только мы еще делаем и развеску по городу и прочее. Но, тем не менее, очень хорошая была компания рекламная со стороны нашего телевидения. Поэтому, я думаю, что посетитель узнает и придет. В общем, приглашаем на выставку «Ван Гог симфония цвета». Главное здание Кировского областного краеведческого музея. На Спасской 6 в течение месяца будет работать данная выставка. Пойдем далее. Нам нужно успеть сегодня рассказывать о многом. Ну, может быть, мы разыграем билет тогда на эту выставку? А, прямо сейчас хотите вопрос задавать? Или просто мы еще не озвучили? У нас ведь обычно, понимаете, в чем дело. Люди сами выбирают призы на наши вопросы. Поэтому мы конкретно билет разыграть, не знаю, или разыграем. Давайте все-таки продолжим разговаривать, а чуть позже все-таки приступим к розыгрошу. Еще, куда мы сегодня отправим нашему победителя? Хотелось бы пригласить на выставку, которая у нас открылась специально для детской аудитории. И она открылась у нас буквально тоже в начале сентября. С 1 сентября мы уже приглашаем на эту выставку. Называется выставка «Приключения на острове Зверят». Выставка для маленьких детей, для их родителей. И на самой выставке представлена очень интересная интерактивная зона. А почему такое название? Вот объясните. «Приключения на острове Зверят». Название потому выбрано такое, что там мы отталкиваемся от всем известного мультфильма о Винни-Пухе. И он ведет по таким станциям, делает такую экспедицию с нашими посетителями. Там же сказочный лес, там же вроде не остров. Бором-бором-бором-бором-бором. Но, естественно, дети должны как бы не просто в гости приходить, они выполняют творческие задания. Им нужно ответить на какие-либо вопросы, узнать какие-то, например, познавательные вещи и сложить, допустим, пазлы, раскрасить раскраску. И вот на презентации выставки дети даже подготовили танец. Ого, ну они готовы были уже, да? Они знали, что они... Ну это как бы для организованных групп такая вещь происходит, да? Если приходят группы, то с ними проводится вот такая интерактивная программа «Экспедиция на остров». Если это приходят индивидуальные посетители, например, мама пришла с детьми. Ну или папа. Или папа. Они могут, дети, значит, походить по выставке, все рассмотреть, открыть там дверки загадочных деревьев, могут порисовать, могут поскладывать пазлы. И в то же время будет интересно и родителям, потому что на этой выставке есть коллекционный показ. В каждой витрине представлена какая-то коллекция, например, медведей, осликов, пчел и даже лягушек. Кто это все делал? Чьими руками созданы? Коллекции. Это музейные коллекции, безусловно. Там представлены и старинные игрушки из папье-маше, которые у нас вятке изготавливались. Есть игрушки деревянные. Вот я сказала про коллекцию лягушек. Коллекцию лягушек представила Ксения Станиславовна Лицарева. Да ладно? Она их коллекционирует. Ксения Станиславовна? Да, и принесла их. Декан Филфака, ведущая программы «Дай почитать» в нашем эфире. Наша коллега коллекционирует лягушек. Я раньше жаб коллекционировал, но у меня, к сожалению, коллекция попала. Живых? Нет. Игрушек. Игрушек. Да, тоже глиняных из папье-маше, там стеклянных всяких. То есть тут как бы вот посетитель индивидуальный, он познакомится еще и, что же коллекционируют у нас горожане, что они любят. То есть вот эти все коллекции из коллекции горожан получаются, да? Не совсем, и музейные, и из коллекции горожан. Где мы не сказали? Тоже главное здание? Это тоже главное здание, в малом выставочном зале проходит эта выставка. Так что вот две такие очень... Я думаю, это, по-моему, для взрослых даже интереснее, чем для детей. Ну, судя по тому, что вы рассказали, для самых маленьких плюс два, наверное, плюс три уже можно идти. Плюс три, ну, до восьми лет дети очень активно приходят и приходят группами. А чья это вообще идея, вот именно такая выставка, именно данная тематика? Ну, мы, во-первых, как бы каждый год стараемся к первому сентября делать какой-то такой образовательный проект на разные аудитории. И Ван Гог ведь тоже образовательный проект. Поэтому начинаем как бы с малого, маленьких детей привлекать, где вот в такой познавательной форме они узнают что-то о животных. Ведь год экологии еще не закончился, поэтому как бы вот это для маленьких, это там для среднего звена и для взрослых. Как бы мы выстраиваем такую цепочку, чтобы каждому посетителю музея было интересно. Хорошо. Месяц, да, будет работать или больше? Ну, эта выставка у нас пока планируется еще весь октябрь. Весь октябрь. Ну, это как бы все-таки своя выставка, не завозная, поэтому можно подольше подержать, да? Время еще есть, но советуем поторопиться. Я вот, например, очень не хочу сходить, потому что я не знаю, на счет маленьких детей 3+, я вот очень Винни-Пуха люблю все, что с ним связано. Значит, нужно посетить. Там даже есть такая норка, в нее можно пролезть. Берлога в смысле? Берлога такая, да, можно попробовать. Застрять, да? Застрять, да. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери? Нет, это все потому, что кто-то слишком много ест. Кто входит в гости по утрам, тот поступает мудро. Фитнес там своеобразный. Своеобразный фитнес. Замечательно, замечательно так. Очень красиво. Но там еще и третий конверт. Еще третий конверт, да. А вот третий конверт у нас... Доставай третий конверт, да. Выставка, которая откроется 15 сентября. Она откроется в доме музея Салтыкова-Щедрина. Эта выставка называется «Салтыковская осень». Неспроста эта тематика у нас звучит. Выставка посвящена осени, но Салтыковской, потому что там будут представлены... А чем она отличается? Да, от обычной. Там будут представлены работы наших художников вятских, кировских, надо сказать даже. Фотографов, которые фотографируют осень и фотографируют те места, это в основном историческая часть города, где мог быть Салтыков. То есть что мог он видеть, скажем так, да? Что мог он видеть? Почему у него было грустное настроение осенью? Почему он не всегда... У него, по-моему, в Кирове не только осенью было грустное настроение, в смысле на вятке. Почему не всегда он любил нашу вятку? Разные были отношения у него к вятке, но тем не менее, душу все равно она ему запала, и осенью он здесь находился. Поэтому вот такие вот места исторической части города представлены в работах фотографов и в работах художников. Она когда открывается? 15 сентября. 15 сентября. Это уже на широкую публику. Это на широкую публику, да. На любителей природы, городских видов, фотографий. На самом деле, тем более местные художники, это всегда интересно. 15 сентября. Ну, фотовыставки-то далеко ведь не впервые они проводятся в рамках Краевического музея, да? Да, конечно, фотовыставки, различные выставки художников, они у нас проводятся часто. Вот только что у нас завершились дни романтики на вятке, и, безусловно, к этим дням мы тоже открывали свои новые выставки. Вот в доме музея Грина открыта выставка Степана Малышева. Это художник феодосийский, который тоже тему Грина раскрывает в своих произведениях творческих. А также выставка Александр Грин «Магия личности». А там представлены работы художников, скульпторов, которые посвящают эти работы, опять же, или героям произведения Грина, или вот такое веяние у них от гриновских произведений идет творческое. Там тоже работы представлены различных художников, как заслуженных художников наших кировских, так есть художники из Москвы, Петербурга, и художники феодосийские, как я сказала, скульпторы. И самые даже юные художники есть, и молодые ребята, которые тоже откликнулись к дням романтики на Вятке. Но она там еще пока работает в музее Грина, да? Работает, да. Еще пока будет. Будет работать еще. Надежда Осколкова. Из сентября. Надежда Осколкова, заместитель директора Кировского областного кровеческого музея. Сегодня у нас в культпоходе. Сейчас небольшую паузу сделаем, и приступим к розыгрышу наших призов. Культпоход. Итак, внимание, 211-101, номер нашего телефона. Список призов сейчас перечислим. Николай, начинайте. Ну, начнем с книг. Книги от магазина «Читай город». Книга, как всегда, очень интересная, очень красивая. Вот книга Цезаря Миллана «Уроки для вожака стаи». Это собачий психолог, ведущий популярной телепередачей, переводчик собачьего, да? Это собаки, которые изменили его жизнь. Уникальная, пронзительная книга, выдающаяся в качествах собак. И о том, чему мы у них можем поучиться. Собаки в хорошем смысле этого слова, да? Да, ну, в прямом смысле этого слова, скажем так, книга Чарльза де Линта «Кошки дремучего леса». Тут интересный подбор, про кошек и собак у нас. Про кошек и собак, но это вообще, смотрите, просто изумительная книга. Вот я не знаю, кто смотрит сейчас нашу программу в трансляции, да, просто оценит. Прекрасная и знаменитая волшебная история о девочке Лилиан и о взаимоотношениях с дикими кошками, да? Вот. Эти и другие книги вы можете купить в магазине «Читай город» по адресу Преображенская, 65, это торговый центр театра, либо Ленина, 103, торговый центр Крым. Далее билеты. Во-первых, пригласительный на две персоны на интерактивную выставку «Лаборатория научных развлечений. Нереальная реальность». Она заканчивается, да, скоро заканчивается так, что поторопитесь. А, кстати, она изначально, по-моему, до 7 сентября спланировалась. Ее, по-моему, до 15 числа, по-моему, продлились, если не ошибаюсь. До 17. До 17. То есть еще неделька есть, но уже поторопитесь, пожалуйста. Ограничение 0+, это выставочный зал Левятского художественного музея. Следующее. Да, пригласительный на две персоны на выставку «Мир фэнтези», тоже выставочный зал Левятского художественного музея. Эта выставка тоже скоро закончится, поэтому тоже, вот те, кто еще не успел посмотреть, прекрасная совершенно, очень красивая выставочка, тоже, пожалуйста, пригласительный у нас есть. Либо вы можете выбрать пригласительный билет в городской зоологический музей и пойти туда не в одиночестве, а вдвоем. Тоже присутствует у нас, да? Кроме того, у нас есть сертификат, подарочный сертификат в школу современной музыки «Практический метод», если я правильно считаю, практический метод, да, на одну персону, на четыре индивидуальных занятия. Да, я немножко тут отвлекусь, поподробнее нужно рассказать. Школа современной музыки «Практический метод» объявила о наборе учеников, записаться можно по телефону 42-11-35. Суть в чем? Суть в том, что практикующие музыканты, то есть действующие музыканты учат детишек, и не только детишек, но и взрослых, играть на разных музыкальных инструментах. Школа «Практический метод» — это место, где люди занимаются творчеством и находят новых друзей. Вы научитесь с нами петь, причем с нуля, и играть тоже с нуля, на разных музыкальных инструментах, сценическое мастерство, умение держаться на сцене и так далее и тому подобное. В общем, буквально в течение нескольких занятий вас могут подковать, и вы готовая звезда. У нас приглашение также есть в ресторан «Гауди». Сегодня 8 часов, там Марина Машкина и Сергей Быданцев презентуют свой новый проект. Вы можете получить пригласительный билет. А также я просто хочу сказать, что в воскресенье 10 сентября там уже совершенно свободный вход, будет вечер саксофона. Мы билет не разыграем, потому что прийти мы... Это как? Саксофон поставят на стойке? Да, и все будут на него любоваться. И все на него смотреть будут. Слава богу, у Вятки прекрасные саксофонисты есть, поэтому саксофон просто так стоять не будет. Но еще раз напомним о том, что пригласительные билеты Надежды Юрьевны нам сегодня принесла. Пригласительные на выставку «Ван Гог. Симфония цвета». Далее детская выставка «Приключения на острове Зверят». И еще одна выставка с 15 сентября, которая будет работать в музее, в доме музея Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. «Салтыковская осень». Так, приступаем к розыгрышу. Вы на правах гостя, Надежда Юрьевна, вам и задавать первый вопрос. Это даже не права, это обязанность гостя задавать первый вопрос. 11-101, напоминаю, наш номер. Пожалуйста. Хорошо, давайте тогда начнем с приглашения на выставку «Приключения на острове Зверят». В смысле, с ними будет связан вопрос. Да, и вопрос будет связан с этой выставкой. И нужно ответить на такой вопрос. Все, наверное, помнят наш российский мультфильм о Винни-Пухе. И вопрос у нас такой. Чьим голосом говорит Винни-Пух? Да вы что? Такой простой вопрос. Самое интересное, если даже зайти на Википедию, набрать Винни-Пух, то там появляется лицо человека, который... Они внешне схожи, кстати. Они внешне схожи. Они, да, похожи. Мне кажется, при подборе это имело значение. Ну, это же для детей вопрос. Пусть ответит быстро. Ну, вот уже как звонок есть. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Наталья, вы сегодня первая прорвались. Да, вы сегодня первая прорвались. Это Леонов. Безусловно. Это Гим Леонов. Гене Леонов. Большой, добрый. Да. Душево. В голове его. Опилки. Опилки. Вопилки, сопилки, грижалки и пыхтелки. Ну что, ваш выбор? Очень приятно. Ваш выбор? Даже не знаю. Ну, много всего. Вот сходите на эту выставку про Винни-Пуха. Это же классная выставка. Давайте. Если еще есть, особенно ребята, то... Ну, я еще раз говорю, я бы и сам сходил. Мальчику, я думаю, будет интересно. Да, конечно. Ему понравится. Итак, выставка «Приключения на острове Зверят» у нас сегодня уже разыграна. Рок-н-ролл? Немножко, да. Следующий вопрос. У нас первый час был посвящен Илье Рычкову. Как раз говоря о том, что его любимая группа, кстати, на чем мы с ним тоже сошлись. И моя тоже любимая группа, Лед Зепплин. Поэтому сегодня будут вопросы по композициям этой команды. Я попрошу включить первый фрагмент. Это одна из самых известных композиций группы. Называется она «Кашмир». Кашмир, как мы знаем, такая горная местность на севере Индии. Спорная территория. Еще она знаменит тем, что там так знаменитая Кашемировая вот эта вот Кашемир, эта шерсть вот такая из их козочек, да. Но самое интересное, что эту песню Роберт Плант и Джимми Пейдж написали в этом «Кашмире» даже не будучи. Заочно? Нет, они просто путешествовали по очень странной местности, находились в странном месте, и почему-то вот эта вот вещь у них возникла, и назвали ними так. Вот я предлагаю просто определить, где же они были. Вот три варианта. Они летели на самолете из Сиднея в Лондон. Они ехали на поезде из Владивостока в Москву. Или они ехали по пустыне Сахара. Вот где же они эту песенку написали, что их натолкнуло. То есть три варианта. Они летели на самолете, они ехали на поезде, или они шли по пустыне. Вам остается лишь только выбрать правильный вариант. Мы напоминаем, что мы с первого раза, если неправильный ответ прозвучал, мы не зарубаем вас, даем еще вторую попытку. Но если уж со второй попытки не получается, то в следующем позвонившемся, то в следующем позвонившемся уже стопроцентный выигрыш. Но уже есть желающие ответить, Володь. Здравствуйте. Добрый день, как вас зовут? Александр. Александр, ну, надо повторять варианты или сразу ответить. Где написали, в какой обстановке? Третий вариант. Третий? А какой у нас третий был, вы помните? Я уже включился. Ага, включил. Ну, третий вариант был в пустыне Сахары. Вы, даже если не помните первый дух, то вы совершенно правильно ответите. Дело было в пустыне Сахары. Что они там делали? Они через эту пустыню ехали в Марокко на фестиваль. Дело в том, что Восточная Африка, это вообще родина блюза. А, да. И там довольно часто проходят фестивали от блюзовых команд. А Ледзепплин, они играли как бы на основе все-таки блюза. Совершенно правильный ответ. Что бы вы хотели получить из наших призов? Что у вас есть? Да и много у нас еще есть. У нас много что есть. Книги, приглашения. Ходите на Ван Гога пойти, на выставку Ван Гога. Из книг что нет? Из книг есть. Есть про кошек, либо про собак. Ван Гог. Ван Гог. Отлично. Отличный выбор. Если бы вы не пошли, то я бы придумал, как это приглашение получить. Вадил меня, Серега, на выставку Ван Гога. Хорошо. Кстати, на выставке есть такие хэштеги, которые можно так вот встать и сфотографироваться с этими. Там как раз один, что я главный экспонат. А, есть. Да, да. То есть ты уже вошла в практику. Группировку Ленинград вы тоже привлекли. Да, да, мы внесли это все. Хорошо. Отлично, отлично просто. Владимир, твоя очередь. Моя очередь. Очередь. Вопрос задавать. 211-101. А вы знаете, что сегодня Международный день солидарности журналистов? Между прочим, знаю. Международный день солидарности журналистов. С утра уже со всеми солидарен. Да. У меня вопрос сегодня следующий. Как называется журналистская организация нашего региона, членом правления которой или заместителем председателя? Нет, я всего лишь член правления. Членом правления является Николай Голиков. Вот так вот. Как называется журналистская организация региона? Отлично. В честь Международный день солидарности журналистов. 211-101. Дозвонитесь. Варианты не будешь предлагать? Что, какие-то еще варианты могут быть? Какие? У нас постоянно звучат эти слова. Нетрудно, по-моему, догадаться и отдать правильный ответ. 211-101. Как называется журналистская организация? Если я сейчас скажу не нашего региона, области, то уже все. Я практически дал правильный ответ. Ну, не знаю, не знаю. Как-то видишь, на предыдущий вопрос быстрее отвечали. Это очень сложный вопрос задал. По-моему, тебе придется подумать. А может, просто люди про эту организацию ничего не знают. Ну, вот что может быть у журналистов у нас в области? Ассоциация. Во. Конгресс. 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 Да. Или? Или союз. Вот. Ассоциация, конгресс или союз. Вот теперь уже будет гораздо легче людям. Понятно, да. Алло. Вот мы уже наконец сейчас это узнаем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей. Андрей Жигалин. Ну, да. Ой, простите. Ну, вам тоже не знать, Андрей. Ну, союз журналистов Кировской области. Есть такая, да. Ну, смотри, даже Андрей тут только после подсказки позвонил. Руководителя знаете? Так. Ну, там у нас поменяют, что в союзе писатель, что в союзе журналистов. Поэтому сейчас не знаем. Ну, на всякий случай сам Евгений Михайлович Дрогов руководит этим союзом. Ну, конечно. Прекрасно вам знакомый, Андрей. Женька Дрогов, да. Женька Дрогов, да. Андрей, что хотите вы получить? А на выставку Ван Гога есть ли еще билеты? Да, вот уже разыграли только что. Да, вот уже разыграли. Либо если Надежда Юрьевна расщедрится и еще. Но мы Андрея все равно приглашаем. Приглашаем. Потому что он недавно выступал как раз у нас со своими стихами в Дни романтики в музее Александра Грина. Поэтому мы его с удовольствием пригласим. В общем, Андрей, вы уже заработали себе пригласительный билет, прочитав свои прекрасные стихи в Дни романтики. Спасибо. В общем, на Ван Гога вас ждут. Да. Отлично. Еще одного Серега повел на выставку Ван Гога. Выбрать тогда приз или... Нет, все, к сожалению. Ага, ну, спасибо. Да, пожалуйста. Не клади трубочку, Андрей, расскажет, как получить. Реклама у нас сейчас, и Культпоход продолжится. Культпоход. Это Кольфорный центр диорама и музей Вятской художественной промыслы. Тому и другому отделу этим музеям исполняется 40 лет. Поэтому в этом году они, конечно, будут готовить тоже очень интересные программы, выставки. В частности, диорама. Безусловно, в год столетия революции в России они готовят хорошую такую выставку и делают переэкспозицию целую, которая будет как раз посвящена предреволюционным событиям и революционным событиям. А здесь, в нашем городе, навятки или вообще в России? Навятки, да? Ну, они будут говорить в основном, конечно, о нашей области, о губернии, но и, конечно, тут невозможно не коснуться всей России. Поэтому мы будем всех приглашать чуть, наверное, позднее. У нас в конце сентября откроется уже переэкспозиция, большой зал на втором этаже, где внесено очень много новых элементов в экспозицию, где из фондов музея были подняты документы, которые мы никогда еще не представляли, фотографии, с архивами очень много работал у нас научно-исследовательский сектор, который вот как раз поднимал какие-то такие документы, которые еще кировчанам не представлялись. Будет много эксклюзива, другими словами. Да, поэтому хочется рассказать о таком... А какая-нибудь символическая Аврора на открытии? Бабахнет. Выстрелит? Ну, в Вятке у нас, конечно, Аврора не стреляла, но тем не менее. Будут представлены... Там же водная гладь-то рядом есть. Очень интересные экспонаты. Я думаю, что у нас и кировчане, и гости, которые приедут, они познакомятся с новой экспозицией, с новой выставкой. Тем более, мы всех, конечно, приглашаем и посмотреть диорамное полотно, ведь это же очень эксклюзивное, ценное диорамное полотно, которое не у всех музеев имеется. И написано оно прекрасно. Поэтому это тоже стоит проанонсировать, чтобы люди у нас пришли, посмотрели. Это такое главное событие осени в диораме будет, да? Ну, там уже как бы переэкспозиция, к концу сентября уже там будет открытие, да? Экспозиция работает и на сегодняшний день, но в процессе вот открытия ее, открытой экспозиции, добавляются новые комплексы в экспозицию, добавляются новые экспонаты. И вот она так обновляется по витринам, по витринам. Мы не закрываем полностью экспозицию, а все время добавляем что-то новое. Обновление закончится к концу сентября. Да, к концу сентября будет завершен вот этот этап. Там была выставка звонкоголоса «Авятка колокола». Сейчас это все убирается, и там будет все посвящено вот как раз этой дате, столетию Октябрьской революции. Так, следуем дальше, еще рассказываем. Так, а еще хочется, конечно, всех пригласить в музей воинской славы. Этот музей у нас молодой, но тем не менее он уже очень любим горожанами. С удовольствием туда ходят молодые люди. Там всегда у нас сотрудники показывают и мастер-классы по сборке и разборке автомата. Поэтому я думаю, что мужчины, особенно молодые, они хотят подержать в руках оружие. Поэтому с удовольствием туда приходят. Сейчас там работает выставка «Здесь тыл был фронтом», которая рассказывает о кировчанах, о вкладе кировчан в годы Великой Отечественной войны. А с 1 октября там можно будет увидеть уже другую новую выставку, обновленную. Эта выставка будет называться «Война глазами женщины». Сам музей, конечно, он такой у нас патриотический, поэтому и выставки вот в такой как бы тематике проходят. Вот так и называется, собственно говоря, понятно все. Но тем не менее мы приглашаем, действительно выставки эти очень достойны того, чтобы мы посмотрели и окунулись в историю. Тем более патриотическое воспитание – это очень актуально среди молодежи сегодняшней. Продолжим играть? Конечно, продолжаем. Напоминаем, что у нас еще осталось все-таки книжки. У нас есть две книжки. Книжки две прекрасные. Не разогрели. Одна, как ты правильно сказал, книжка про собак, другая про кошек. То есть уроки для вожака стая – это про собак, которые изменили жизнь собачьего психолога Цезаря Миллана. И волшебная история девочки Лилиан. Она называется «Кошки дремучего леса». Есть дальше пригласительные. На две персоны, в частности, на интерактивную выставку «Лаборатория научных развлечений». Нереальная реальность. Ну, прям круть, говорят те, кто побывали. Это очень крутая выставка. И осталась у нее практически последняя неделя работа. В следующей неделе потом она закроется. Либо выставка «Мир фэнтези», тоже в выставочном зале Ветского художественного музея. И тоже скоро закрывается. Поэтому я бы советовал обратить на эти пригласительные билеты. Городской зоологический музей. Тоже вы можете туда сходить. Есть также сертификат на четыре индивидуальных занятия в школе современной музыки. На одного человека. Школа современной музыки «Практический метод». Либо сегодня можете пойти на концерт в «Книжный клуб 12», кстати, уточнил наш редактор. «Книжный клуб 12», сегодня в 8 вечера. Марина Машкина и Сергей Быданцев с новой программой. А в «Гауде» вечер саксофона. Это просто мы анонсируем, ничего не разыгрываем. И, Надежда Юрьевна, у нас еще не разыграно с вами «Салтыковская осень». «Салтыковская осень», выставка с 15 сентября в доме музея «Щедрена» на улице Ленина. Фотографии и работы вятских художников. Следующий вопрос. Хорошо. Все-таки я думаю, что стоит задать более сложный вопрос. Это давайте мы подойдем к выставке. Кто озвучивал пятачка? Нет. Давайте про другую выставку. Давайте про другую выставку. Вот выставка, например, «Салтыковская осень». И вопрос следующий. Как называл Салтыков Щедрин в своих произведениях наш город? Прямо называл? Ну, прямо называл. Вот не Вятка, а как он называл? То есть под каким именем город Вятка вошел в произведения Салтыкова Щедрина? Да, можно сказать и так. Я правильно на это слово-то думаю? Я не знаю, на какое слово ты думаешь. Ты как-то так не очень... Оно не обидное? Нет. Нет, оно хорошее слово. Очень красивое. А, тогда не на то, думаю. 211-101. Ну, давайте подскажем. Ну, некоторые, например, приезжают и сразу обращают внимание на ландшафт нашего города. Значит, мы с тобой оба подумали на то слово. А, да. Уже желающий ответить, можно не продолжать, наверное. Здравствуйте. Добрый день. Вы в эфире. Как вас зовут? Назутный Хью. Да. Ваш вариант ответа. Михаил Югорович, как все-таки называл наш город? Я думаю, что город на семи холмах. Нет, город на семи холмах называем Юмой. Дадим второй вариант? Дадим. По вторую попытку. Но это уже тепло. Да. Это тепло. Вы как бы правильно обратили внимание. Но он называл его другим словом. Ну, город на семи холмах неправильно. Вот это одно слово, которое называло наш город. Холмы. Нет. Холмы. Там... Ну, нет, наверное. Давайте не будем. Давайте не будем. До следующего дозвонившегося ждем. Дозвание вполне понятное. 201-101. Господи, уже запутал. Человек избил от слова холмы, потому что в то время они воспринимались все-таки выше уже, не как холмы, А сейчас все застроено уже. Сейчас уже все равно ходишь туда-сюда. Высотки. Улицы. Вот. Как называл Михаил Югорович наш город в своих литературных произведениях? Ну, туристы вот отмечают всегда. Вот мы когда общаемся, они отмечают это у нас. Нет. Но я как пешеход тоже это отмечаю, потому что я уже знаю, где туда пошло, где сюда пошло. Так сказать, это хорошая зарядка для ног. Еще один желающий, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я угадала, мне кажется. Это город... Еще раз. Крутогорск. Совершенно правильно. Как вас зовут? Крутогорск. Меня зовут Нина. Нина. Вы совершенно правильно ответили, Нина. Сладоковщина называла его Крутогорском. Какой бы приз хотели вы получить? Я хочу книжку, конечно, про собак. Книжку про собак. Так, отличная книжка совершенно. Я думаю, что вам будет очень интересно. Цезарь Милан. Уроки, да, для вожака стаи. Он Милан в суде. Собачник. Вы собачница, да? Ну, в смысле? Да-да-да. Здесь на фотографии, на обложке аж шесть собачек вместе с автором книги. Прекрасный приз. Не кладите трубочку, вам объяснят, как его получить. И Николай Голиков задает следующий вопрос. Ну, у меня следующий вопрос. Опять же, да, опять Ледзеппелин. Так сказать, вспоминая про Илья Рычкова, про его любимую группу мою тоже. Еще один фрагмент музыки этой группы. Вот так начинается пятый альбом группы Ледзеппелин. А он так и называется пятый? Нет. Он называется Хаузи Сладохоли. Дело не в этом. Дело в том, что когда они готовили эту запись, то Джимми Пейдж вот гитарист сделал, вот написал эту инструментальную композицию, назвал ее Увертюра. Ну, что, типа, мы с этого начнем. Потом пришел певец Роберт Плант и все испортил. И вот три варианта. Что ж он такое сделал? В чем же, собственно, порча заключается? Да, в чем, собственно, порча заключалась? Он пришел и сказал, нет, инструментальная пьеса мне не нравится и написал для нее слова. Во-вторых, он сказал, нет, скучно написал, давай напишем к ней еще одну часть. И третий вариант, он сказал, ну, это всем никуда не годится, давай играть в два раза быстрее. Что же сделал Роберт Плант? То есть он написал слова, он написал еще одну музыкальную часть, и он потребовал играть ее в два раза быстрее. Тут угадает. Он написал слова, то есть превратил ее в песню? Да, превратил ее в песню. Не просто инструментальная композиция? Да, что просто инструменталка, сказал он. А где мои авторские будут тогда, если там не годят слов и песни? 211-101, кроме Николая Голикова, по-моему, никто в студии правильного ответа не знает. Пока ждем. Да ладно. Ждем вашего звонка. 211-101, давайте вместе разбираться, что же случилось с этой композицией британской группы. Да нет, мне кажется, прекрасно все люди знают. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что вы думаете, сделал Роберт Плант, когда услышал эту инструментальную композицию? Ну, я думаю, быстрее, наверное. Вариант не совсем правильный, она и так была довольно быстрая. Да, осталось два варианта, он придумал для нее слова или он сочнил для нее еще один кусок музыкальный. Вот что вы думаете? Так, слова. Слова? Да. Совершенно правильно. Он придумал для нее слова, сделал из нее песню, которая называется The Salmon of the Same. Песня остается прежней, да? Потому что, на самом деле, если оставить одного автора, то он же останется без авторских отчислений. Это вполне было коммерчески продумано. А вас зовут Светлана, напомните, да? Да, да, я выбираю кошек. Кошек. Вот, вторая книжка пошла. Собаки ушли. Да, собаки ушли, кошки ушли. Поздравляем вас. Не кладите, пожалуйста, трубку. Наш редактор вам подскажет. Напомнит, вернее, куда прийти за этой книжкой. Владимир, у меня вопрос. Ну, кроме того, что сегодня Международный день солидарности журналистов, сегодня еще и Международный день грамотности. По-моему, два праздника напрямую связаны с друг с другом. Журналистика и грамотность. Хотелось бы, чтобы они были связаны друг с другом. Потому что безграмотных журналистов, они есть, конечно. Хватают. Есть, конечно. Да, когда читаешь, слушаешь. Боже мой, кто тебя учил? Нас ведь с тобой тоже слушают и тоже потом отмечают, что с тобой не самые грамотные. Не самые грамотные. Да. Хорошо, что они совсем безграмотные. Итак, Международный день грамотности. И вот в честь этого праздника хочу вас попросить дозвониться 211-101 и все 33 буковки русского алфавита. Нужно по порядку продекламировать. А вот такое вот испытание. Давайте, слабо, звоните 211-101. Все 33 буквы русского алфавита. А приз у нас, собственно, еще много чего осталось. У нас много чего еще осталось. Хотим алфавит услышать наш. Причем наш, русский. Наш. С чувством, с толком, с расстановкой, по порядочку, не торопясь, ничего не зажевывая, ничего не прокладывая. Принимаю экзамен, Владимир. Уже дозвонили. Алло. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут, студент? Меня зовут Антон. Антон, пожалуйста. Сначала или просто? Вам все равно, если... Давайте сначала тогда. Нам понятно, что все три. Нормально. Нормально. На твердую четверку, да? Справились. Хотелось помедленнее, но ничего. Вроде все прозвучало. Итак, приз. Какой? Напомните, что осталось. Ой. Пригласительный у нас 100. Да. Нереальная реальность. Нереальная реальность выставка. Клуб 12 сегодня концерт. Салтыковская осень выставка с 15 сентября. Выставка Мир Фэнтези. Пригласительный билет в зоологический музей. Школа современной музыки на четыре индивидуальных занятия. Давайте в кафе 12. Кафе 12. Кафе 12, да. Сегодня в 8 вечера. Марина Машкина, Сергей Беданцев. С новым проектом. Да, не кладите, пожалуйста, трубку. Наш редактор вам объяснит, как воспользоваться этим призом. На этом незаметно истекает время программы «Культ поход». Да, у нас это как-то незаметно истекает. Даже обидно. Почем успели рассказать, о том успели рассказать. Благодарим нашу гостю Надежду Осколкову, заместитель директора Кировского областного кровеческого музея. Успехов вам и вашему заведению. Спасибо большое. Побольше посетителей, новых идей, творческих проектов. И до новых встреч в нашем эфире. Спасибо большое. До свидания. На этом «Культ поход» завершается. Николай Голиков прощается, видимо. Я не прощаюсь пока. До встречи в программе «Союз нерушимый» ровно через 20 минут.